Жилье, вернее его отсутствие, вопрос, который интересует не только молодежь, но и людей постарше. Купить квартиру по нынешним ценам могут позволить себе немногие, а процентные кредиты банков просто неподъемны. На помощь государства рассчитывают тоже единицы. Руслан и Карина мечтают создать семью и завести детей, но пока с этим не торопятся. Всему виной жилищный вопрос. Сейчас они живут у родителей, тесняться в маленькой хрущевке. И для пополнения пока места нет. И хотелось бы уже создавать свою семью и приобретать свою жилплощадь, либо построить дом свой. Хотелось бы в доме, конечно, жить. Как реализовать вот свое это право? Именно для таких семей власти региона и разработали программу «Строим вместе». Она предполагает помощь молодым людям, которые не имеют собственного жилья, а таких в области больше 80 тысяч. Нам для того, чтобы обеспечить жильем граждан, состоящих на квартирном учете, необходимо построить 5 миллионов квадратных метров жилья. Это стоит сегодня 30 миллиардов гривен. Целью программы является повышение уровня обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления государственной поддержки, строительства, приобретения для них доступного жилья. На то, что государство предоставит семьям полностью бесплатное жилье, как это было в советские времена, надеяться не стоит. Чиновники предлагают сотрудничество на паритетных началах. Область выделяет землю под строительство, но не в черте Донецка, как многие мечтают, а в нескольких десятков километров от него, неподалеку от районных центров. 70% расходов на строительство выделяет государство, а 30% оплачивает семья. При этом первоначальный взнос для будущих собственников чуть меньше 100 тысяч гривен. Впоследствии государственный займ, то есть эти 70%, люди отдают в течение 15-20 лет. Ежемесячно по полторы тысячи гривен. Я не фокусник. Я вам квартиры не дам. Никаких вариантов у вас получить бесплатное жилье нет. У вас есть вариант строить сами. Вот по той схеме, которую мы предложили. Сейчас такая программа работает в Старобешевском районе. 20 семей согласились на предложение государства и строят свой дом мечты. В октябре чиновники обещают вручить ключи от заветной жилплощади. Ни для кого не секрет, сколько нужно приложить усилий для того, чтобы оформить земельный участок под строительство. В данном конкретном случае было написано заявление в Старобешевский поселковый совет. И на этом все закончилось. То есть участок был предназначен для жилой застройки коттеджной. Он был внесен в градостроительное обоснование. Молодой ученый Виталий Овчаренко жить за 30 километров от Донецка считает нерезонным. В Старобешевском районе, говорит, можно купить готовую квартиру и гораздо дешевле, чем предлагает строить государство. Поэтому такую программу, как помощь со стороны государства, не расценивает. Конечно, это хорошо, лучше, чем по съемным квартирам ездить. Но, сами понимаете, 30 километров, даже если ты работаешь в Донецке, в центре, это вечером и утром ездить, 30 километров, все-таки это многовато. Ведь у нас же много пустырей в Донецке хотя бы, в центральных даже районах, недалеко от центра. Почему не воспользоваться там не строить? Разработкой программы «Строим вместе» уже занимаются в Краматорске, Ясиноватой и Макеевке. Во всех этих городах есть участки, где можно начать строительство такого жилья. К тому же здесь есть множество недостроенных зданий, которые возможно восстановить и заселить туда людей. Главное, чтобы желающие были. Ольга Шилкина, Георгий Жилич. Панорама.